всех всех приветствую здравствуйте спасибо что пришли я хочу поговорить о обработке претензий клиентов их обращений как мне кажется тема достаточно недосказанная часто на конференциях такого развернутого материала нет я решил что неплохо об этом поговорить зачастую это больше похоже на вот такой вот круг анонимных алкоголиков когда здравствуйте я джон я сегодня получил рекламацию похлопаем джону да но на самом деле это процесс абсолютно нормальный и собственно об этом мы и поговорим я для начала задам контекст такое любимое наше слово контекста смотрите обратная связь не зависит от качества это такие базовые вещи просто чтобы все понимали на фоне чего мы форм формировали наши процессы даже самая идеальная команда не гарантирует того что клиенты не задаст какие-то вопросы не будет чем-то недоволен или не попросит что-то изменить то есть у нас часто но не часто но бывают такие случаи когда мы собрали ну идеальную команду три человека переводчик опытнейший редактор еще элит редактор чтобы стиль текста сделать просто идеальным и через недельку приходит обратная связь а вы знаете меня тут родственница знает русский говорит что так вообще не говорят как тут написали и приходится переделывать вот но это процесс нормальный то есть клиент всегда имеет на это право важно что важно уметь с этим работать и важно делать выводы реакция клиента это в принципе всегда хорошо то есть стоит рассматривать это как альтернативу варианту если он промолчит и уйдет он показывает что ему не все равно он хочет что-то исправить что-то изменить в вашей работе чтобы его в конечном итоге устраивали эти услуги вот поэтому не стоит рассматривать обратную связь как что-то негативное это вот результат любой работы и шанс продлить ее ну ключевое собственно важно не только реагировать на ситуации то есть решать какие-то текущие моменты но и думать в стратегическом плане то есть на будущее улучшать процессы анализировать такие обращения и смотреть что может быть улучшено и взято на вооружение так подходы работы с претензией в принципе они они не универсальны я думаю они отличаются в зависимости от компании от ее размера подхода и принципов главное выработать ту цель за которую вы будете бороться и какую которую будете реализовывать потому что это может быть и как индикатор для руководства компании как показатель как один из пунктов зарплате сотрудников это может быть просто как обратная связь от самих же исполнителей тут вариантов масса то есть надо важно понимать цель которую вы преследуете работать необходимо проактивно то есть это не только конкретные ситуации а в целом работать с тенденциями влиять на них и вырабатывать такие стратегические решения у нас по компании мы пришли к тому что самый ключевой показатель это повторяемость обращений то есть для нас не стоит цель вот свести их в ноль у нас состоит цель в том чтобы по одной и той же причине к нам обращались как можно реже то есть если если причины разные это нормально то есть все мы учимся сфера меняется программное обеспечение приходят новые люди это нормально но повторяемость это то с чем нужно бороться наш бизнес построен на взаимоотношениях людей он самый наверное зависимый от этого каждый человек может допустить ошибку каждого есть свое мнение и важно услышать на каждом этапе все возможные проблемы потому что риск уйти в такую однобокую обработку обращений очень высок часто я сталкивался с тем что анализирует только обращение клиентов но это не совсем верно это нормально на начальном этапе у нас собственно так и было вот но сейчас у нас расширился пул входа обращений мы учитываем обратную связь менеджеров и переводчиков это на одном уровне то есть тут нет каких-то приоритетов что вот обращение клиента это что-то такое что стоит прям молниеносно отредактировать а допустим менеджера можно проиграть проигнорировать нет это вот абсолютно равнозначные задачи у клиента есть возможность сообщить о своих претензиях непосредственно менеджеру в ходе работы но мы также реализовали механизм для таких клиентов более интровертированных то есть они могут через автоматическую форму поставить оценку написать что не так когда им не хочется лично говорить человеку ну в глаза подписи на почте можно указать анонимно достаточно у менеджеров есть возможность оценить исполнителей переводчиков редакторов корректоров то есть по окончании каждой работы он может сообщить что там все было хорошо там какой-то иванов просто душечка сдал раньше времени оставил комментарий переводчику редактору и вообще он нас хорошо в этой работе хорошо себя очень показал он может оставить негативную оценку вы пояснить что было не так этот случай будет рассмотрен собственно то же самое могут сделать и переводчики они могут сообщить что в работе что-то пошло не так этот это обращение она попадет не к менеджеру а тоже попадет вот непосредственно в отдел обработки претензий и ситуация будет анализироваться и будем смотреть что можно сделать то есть этот механизм тоже работает собственно как и положительная реакция то есть положительную реакцию тоже все могут дать и менеджеру будет приятно вот такую информацию мы донесем практически сразу вот мы приближаемся уже к самому процессу то есть как обрабатывается претензия и начинается она с регистрации все случаи обращений со всех с предыдущего слайда они у нас содержатся в отдельном почтовом ящике то есть какие-то автоматизированные оценки это все равно приходит уведомление на почту и письма от клиентов тоже пересылают на почту дальше начинает работать секретарь комиссии по качеству ту роль в компании выполняю я моя задача определить степень недовольства клиента чтобы дать вот категорию категорию значимости этой претензии то есть данном случае ошибки не так важны важно вот субъективная реакция ошибка может быть может не быть а клиент будет в какой-то в каком-то оврале в какой-то ярости естественно это станет крупной рекламации вне зависимости от самой ситуации вот тип ошибки определяется имеется виду общая категория например лингвистическая ошибка пм-ов ошибка распознавания текста ошибка исполнителя не связанная с лингвистическими программное обеспечение и так далее ну и собственно значимость этой ошибки то есть оценивается насколько она в рамках заказа была существенна и какие риски для клиента могла повлечь в ходе регистрации также выполняется консультации с участниками то есть если это какая-то обращение по распознаванию то я советуюсь с руководителем отдела верстки он не подсказывает что именно в этой ситуации было не так но и так собственно с любыми параллельными отделами в нашей компании и как завершение процесса регистрации в конце месяца каждый руководитель отдела просматривает обращение претензий по своим по своему направлению и он их либо дополняет либо принимает то есть это не единоличное решение секретаря обязательно проходит через руководителя соответствующего отдела но такой вопрос достаточно ли одного человека для каких-то серьезных проблем когда речь идет не не каком-то там несогласованном окончании или банальном опоздании а когда на кону репутация компании возможно какой-то крупный штраф или кита претензии связанные с несколькими областями которые затрагивают и там и бизнес-процесс и кита непосредственные ошибки в работе это становится очень сложно для одного человека и мы пришли к тому что для таких целей должна работать комиссия по качеству она собирается для серьезных случаев она состоит из председателя секретаря руководителей отделов соответствующих и и вишенка на торте у нас есть еще внештатный консультант это такое в рамках обработки и претензий это относительно недавнее наше приобретение получается мы в какой-то момент пришли к пониманию того что мы все друг друга знаем мы очень похожи мыслим и и очень не помешал бы взгляд извне на какие-то ситуации потому что иногда хочется как-то себя защитить или ну очень легко потерять объективность и в этом смысле вот такой незамыленный незашоренный взгляд извне от стороннего консультанта он просто незаменим и он очень часто он существенно дополняет протоколы комиссии которые мы составляем по претензиям и в целом даже в глазах клиента такой подход выглядит достаточно мощно они зачастую впечатляются что это не просто какие-то внутренние процессы а вот еще привлечение таких специалистов отраслевых зачастую кстати вот мы доносим кроме самого кроме самого разбора ситуации мы еще говорим как мы это делаем и на клиентов это влияет очень положительно то есть они оценивают то кто как мы тщательно к этому подходе в итоге мы пришли сформировав работу комиссию работу секретаря мы пришли к формированию бизнес-процессов это уже такая классическая система я знаю что не видно я сейчас вам вкратце расскажу я не буду вдаваться в детали таблица слева это обработка обратной связи от клиента со стороны менеджера то есть момента как ему приходит запрос письмо точнее в верхней части потом как происходит подбор исполнителей чтобы проанализировать этот подбор ответ клиенту и отправка на обработку претензий обработка претензий это вторая картинка верхней части в шапке изображены различные входы как в левой части со стороны менеджера так по центру и от внутренних анализов то есть от оценок менеджеров переводчиков и от ситуации когда внутри компании внутри просто производственных процессов нарушивается ситуация так попутно скажем так происходит регистрация в центре и затем раби работа комиссии по качеству в правой части колонки затем собственно информирование клиента и выполнение предупреждающих действий это такая классическая наша схема до недавних пор она была в общем-то и единственной основной но примерно год назад мы решили ее дополнить у нас сложилось впечатление что мы упускаем достаточно большой слой информации мы сконцентрировались на конкретных случаях при этом мы не видели картину в целом и было такое ощущение недосказанности ощущение что мы немножко блуждаем в проблемах и понимание в общем то не было как прийти к чему-то иному я эту ситуацию анализировал и в голову пришла мысль добавить классификатор добавить определенные индикаторы которые покажут не просто тип ошибки лингвистическая а покажут что именно что конкретно в работе было не так и стаки с такой информации уже можно работать для этого мы придумали теги и если раньше это была просто какая-то там ошибка лингвистическая то сейчас в теге это будет указано что это не соблюдение глоссария несоблюдение тем неправильный перевод термина несогласованное окончание так далее все что в этой работе может возникнуть это будет указан благодаря этому стала понятна общая картина по компании то есть такая такой анализ на более низком уровне он оказался намного более информативным причины стали конкретными осязаемыми и мы самое главное мы смогли в рамках периода мы смогли работать с тенденциями мы смогли теперь замечать вот тренды как меняется работа но это еще не все после того как мы собрали эту статистику мы сели проанализировали ситуацию и как-то так подумали что то не очень удобно в excel разбираться со всеми этими данными как то получается ну во первых не очень очевидно и во вторых в excel нужно прям понимать конкретные вопросы а такие вот вопросы которые могут возникнуть в ходе работы с данными как то они не реализуются то есть нужно очень четко понимать что ты хочешь от базы чтобы она тебе дала ответ и мы начали пробовать тестировать разные программные решения по аналитике визуализации среди них была power bi от компании microsoft и она оказалась как раз именно тем чего нам так не хватало она своими ресурсами для нашей ситуации подошла просто идеально я вам покажу отчет по тегам которые мы анализировали предпоследний наш отчет немножко поясню вся эта форма она интерактивная то есть любые поля можно нажимать и отчет адаптируется то есть он представляет собой возможность объединения разных данных из разных таблиц в левой части я вывел колонку фильтров столбец точнее сверху в верхнем поле можно выбрать конкретные глобальные причины например выбрать только там assignment failed то есть ошибка при распределении работы и весь вся остальная часть отчета адаптируется отобразить только теги по соответствующей категории можно просмотреть информацию по отдельным тегам можно просмотреть теги прошлого периода я об этом чуть позже скажу не забегая наперед центральное поле это количество претензий прошлого периода и этого сравнительно и вот это вот дуга это количество тегов кстати вот из этого отчета интересная получалась информация вводная такая что претензий стало меньше значительно на практически на 70 но при этом тегов количество тегов увеличилось то есть они стали ситуации стали более комплексные то есть в целом мы сократили у нас получилось уменьшить но при этом те ситуации которые остались они стали сложнее сами теги их можно посмотреть по количеству по процентному соотношению за период и по изменению количества вот самое ключевое это изменение количества с этим собственно мы дальше дальше я подробнее расскажу мы с этим будем работать в рамках комиссии для наглядности я также продублировал теги по увеличению частоты по уменьшению то есть мы можем проследить каких ошибок стало больше каких меньше насколько сравнить в целом их категориям вот если присмотреться по увеличению тегов достаточно много было тегов с кодировкой pp это project management performance то есть в этот период у нас были активные активный набор исполнителя сотрудников новых и вот эти теги показали нам места которые можно доработать какие инструкции стоит обновить дополнить какие материалы донести в какой форме то есть вот это уже пример того как как можно обнаружить ситуацию что что у тебя в компании происходит не так дальше как работает комиссия с таким отчетом то есть для для анализа тегов у нас есть три основные задачи это обнаружить самые негативные тренды кстати зачастую тренды они некоторые стабильные по самым известным ошибкам но намного более интересные те которые появляются и сразу выстреливает какая-то динамика по ним высокая то есть мы стараемся больше на такие внимание обращать на те что постоянные на них и труднее влиять и зачастую там уже сделано практически ну все что можно и какие-то предупреждающие действия не получаются такими глобальными а новые новые ошибки они позволяют косвенно повлиять и на другие причины и там собственно есть поле для деятельности широкое далее комиссия вырабатывает решение по тому как уменьшить теги каких-то причин и в следующий период мы мониторим удалось ли нам достичь этой цели или нет то есть вот проблема кстати с претензиями измеримость не совсем понятно вот пришла к эта ситуация мы ее проработали и как считать получилось не получилось благодаря такой схеме которая сейчас у нас работает мы понимаем я понимаю на ней не идеально но какой-то общая общее такое общий обзор нам дает и мы понимаем какие в каких случаях у нас получилось уменьшить и благодаря чему в каких нет и собственно внизу вот эта табличка показана по тегам предыдущего периода что в целом мы вот по всем трем тегам которые мы выбрали непоследовательный перевод нарушили глоссарий и ошибка при проверке менеджера мы по всем трем тегам снизили количество тегов система чем интересно тем что вот этот вот отчет он достаточно на простом уровне его можно разворачивать возможностями power bi ну практически вообще до всех статистических данных которые есть которые способны предоставить ваше тмс у меня из ближайшего второму пункту приступил ну ничего там самое такое животрепещущая самое интересное я хочу подвязать клиентов статистику я хочу подвязать объемы слов компании я хочу подвязать исполнителей и представьте какой этот объем информации получится когда вот вы выбираете тег и по нему есть все за период от клиента до исполнителя там качество выработки выводов которые мы получим оно значительно превзойдет я думаю наше ожидание потом из глобальной такой по документации наладить классификацию предупреждающих действий у нас они пока все в ручном режиме проставляются то есть это какие-то рекомендации такого как документы утвержденной структуры этих предупреждающих действий нет я хочу его создать и он в принципе уже прорисовывается это достаточно понятная система и также хочу интегрировать теги в TMS то есть она про проект у нас длится начали мы с тегами два года назад год назад power bi подключили и все это начиналось как такой тест и теги сейчас они выводились но достаточно на коленке то есть в отдельном блокнотике они хранятся и проставляется по работам это не совсем корректно тест уже завершён я думаю мы в ближайшем времени переведем это прямо в TMS такую функцию на этом у меня все сегодня суббота поэтому рекламацию нужно было присылать в пятницу об этом мой слайдик если есть вопросы с радостью на них отвечу у меня вопрос Максим я здесь слева спасибо вам большое очень интересно я Маша из компании технолекс очень было интересно послушать как у вас такой процесс налажен в компании у меня два вопроса один простой а другой немножко сложнее но это возможно потому что я не все до конца поняла ваш эксперт которого независимо привлекаете это какой-то один человек или вы выбираете кого-то в зависимости от специфики проекта нет это один человек он обладает широкими навыками работы как и непосредственно переводчик так и управленец то есть он достаточно универсальный исполнитель в этом плане и мы собственно нам достаточно на этом этапе мы полностью довольны качеством которое получаем это универсальный сотрудник хорошо а вы сказали что анализ показывает что обращений по простым проблемам становится меньше и больше становится комплексных проблем как вы думаете с чем это связано я не совсем ну да я имел ввиду в принципе претензий меньше тут значимость не выведена значимость претензий то есть это претензий в сумме количество причин да увеличивается я думаю потому что мы увеличиваем набор тегов то есть он еще дополняется и со временем он стабилизируется пока это просто еще период роста то есть за счет этого я думаю в том числе ну понятно то есть сложнее становятся не проблемы о которых заявляют клиенты а просто ваша классификация этих проблем она увеличивается спасибо большое спасибо Максим спасибо большое за доклад у меня такой вопрос сколько у вас в среднем например времени уходит на обработку претензий конечно они все разные бывают и не бывает ли у вас ситуация особенно с привлечением внештатного коллеги когда например заказчику срочно мне пожалуйста через 30 минут дайте ответ допустим ваш специалист не может вам помочь потом спасибо отличный вопрос я на самом деле я немножко забыл сказать в презентации об этом мы разделяем корректирующие предупреждающие действия то есть работа комиссии она не завязана на срочности корректирующие действия вот то что сейчас нужно решить дополнить глоссарий исправить файл это происходит вот сейчас это ответственность менеджера и он в бизнес-процессах это левая часть таблички то есть этот вопрос решится до того как ситуация будет проанализирована комиссия она может лишь дополнить корректирующие действия и выработать предупреждающие то есть менеджер он не думает как как решить эту проблему в дальнейшем это думает комиссия она определяет этот вопрос по временным рамкам смотрите нормальное время на обработку претензий у нас по процессам 7 дней то есть она может висеть 7 дней это нормальный бизнес-процесс мы так и клиентов в общем-то узнавали и в целом по времени довольны как работает такая схема по времени регистрации проведения комиссии но регистрация какой-то незначительной претензии зачастую полчаса час то есть это не занимает особо много времени проведение встречи комиссии тут уже как бы ну часа 4-5 вот в таком диапазоне спасибо Максим спасибо огромное за презентацию совершенно замечательно у вас там на одном слайде была шкала недовольства клиентов вот она меня очень заинтересовала это ваши клиенты оценивают уровень своего недовольства или у вас есть специалисты по оценке недовольства клиентов вот степень это шкала какая-то то есть как это вообще выглядит да смотрите мы нет это клиент клиент сам это не оценивает и очень трудно их же большое количество это как бы для всех донести общую систему было бы крайне тяжело классифицируем мы у нас есть три клиентские категории это нулевая претензия претензия минимальная претензия крупная была раньше критическая но мы ее в итоге отбросили потому что ее очень трудно отличить от крупной по большому счету минимально это просто клиент сообщает об ошибке что что-то в работе было не так то есть он зачастую не предъявляет каких-то громких претензий то есть это обычный вот такой рабочий процесс нулевая это если он в целом доволен говорит вот тут бы немножко подправить то есть это даже не звучит слово ошибка или мы понимаем что это скорее всего даже не ошибка или какой-то может субъективный взгляд клиента крупная для себя по бизнес-процессам мы имеем в виду что крупная это либо в переписке есть индикаторы которые указывают на серьезные репутационные потери для компании либо второй показатель это штраф то есть применение штрафных санкций вот это индикатор явной крупной то есть у вас еще есть типы ошибок и типы ошибок напрямую с этой степенью не связаны потому что скорее вы оцениваете эмоциональное состояние клиента насколько он раздражен ну скажем условно и во что это может вылиться совершенно верно потому что на самом деле не исключены бывают такие ситуации когда клиент он вне себя но ошибок нет ошибки нет мы не можем это предъявить предъявить разбор ситуации переводчик потому что тут его никакой вины нет мы по бизнес-процессу все в порядке но у клиента вот такая ситуация такое восприятие то есть это два индикатора то есть со стороны клиента и со стороны ошибки это интересно очень спасибо большое можем еще один вопрос задать если у кого-то есть да Руслана Максим подскажите комиссия по качеству она никак не участвует в помогает ли она менеджеру например по коммуникации с клиентами если это какая-то сложная претензия когда например менеджер сам не может определить что там нужно доработать обоснованная ли это претензия но при этом заказчик вот значимость точнее эмоциональная реакция заказчика очень скажем на высоком уровне но при этом требуется определенное время для того чтобы вообще определить обоснованное требуется ли какая-то доработка возможно ли это доработка например смотрите зачастую таких ситуаций не бывает они крайне редкие то есть я помню ну может пару штук которые так приходят на ум в основном вот вопросы корректирующих действий текущей ситуации решаются на уровне отдела управления проектами то есть у любого менеджер есть руководитель который помогает все эти ситуации разобрать мы не исключаем вот такого экстренного собрания комиссии которая сразу после анализа предоставит клиенту подробный разбор но это скорее исключение то есть таких ситуаций на нашем опыте крайне мало спасибо большое Максим спасибо очень интересно спасибо